Назира Асикеева с семьёй переехала на заработки в Россию в 2016 году. Она шестой год официально работает в столовой неврологического интерната Москвы. Наравне с местными жителями платят все налоги, пенсионные отчисления идут. Отмечу, всего по России, по официальным данным, трудятся более 700 тысяч граждан Кыргызстана, а по неофициальным данным, более миллиона кыргызстанцев. Я изначально задумывалась над этим, так как работаем официально, и зарплаты удерживают налоги. Должны потом все эти средства получить в виде пенсии. Я, когда устраивалась на работу, уточнила, узнала все моменты, что куда идёт. На днях Евразийский банк развития и социальный фонд Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации расчётов по пенсионному обеспечению трудящихся государств Евразийского экономического союза. При экспорте пенсии инфраструктура ЕАБР позволит, минуя любые расчётные системы, осуществлять прямые переводы, конвертируя рубли в сомы без комиссионных выплат. Это говорит о том, что граждане получат свои пенсии в полном объёме. Если гражданин Кыргызстана за время своей трудовой деятельности успел поработать в Белоруссии, в Армении, в России и других странах ЕАЭС, а затем вернулся в Кыргызстан, то в течение своей трудовой деятельности с его зарплаты делались отчисления во все пенсионные фонды тех стран, где он осуществлял трудовую деятельность. И затем его пенсия в Кыргызстане складывается из того, что он получает от пенсионного фонда Кыргызстана и тех платежей, которые переводят пенсионные фонды других стран. Если наши граждане официально работают в этих странах, они будут платить страховую взносу по их законодательству. Когда достигает пенсионный возраст наши граждане, пенсия экспортируется с России, с Кыргызстана и из других стран нашей республики. Наши граждане будут получать из Кыргызстана и из России пенсию. Единый рынок труда подразумевает и единую пенсионную систему. Напомню, соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕС вступило в силу с 1 января 2021 года. Этот документ является одним из достижений интеграционного объединения. Кроме того, с 2021 года уже могли обращаться за пенсией по инвалидности. И здесь вот еще одно преимущество, что сегодня медицинское освидетельствование по начислению пенсии по инвалидности может осуществляться заочно. То есть не надо ехать в ту страну, чтобы пройти освидетельствование. То есть вот такие преимущества есть. А также комиссия работает над тем, чтобы перевести формат взаимодействия полностью в электронный вариант. Напомню, соглашение об экспорте пенсии Кыргызстан подписал еще из Турции и Южной Кореи. Мирбек Малдакунов, Аскар Уланулу, Аллату-24, город Москва.